Привет! Если хочешь знать, что происходит за кулисами канала новинки IT, чем я занимаюсь в свободное от работы время, если хочешь раньше всех знать, какие железки приходят ко мне на обзор еще задолго до того, как выходит видео на нее на YouTube, и если хочешь оставаться в курсе последних новостей и событий из мира IT, то подписывайся на мой инстаграм и мою группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании под этим видео. Всем привет! Сегодня у меня еще один обзор на компьютер от Evo PC. Да-да, наверняка многие его узнали, это тот самый, о котором я вам рассказывал еще в своем репортаже с выставки игромир 2015. И называется он Smoke Performance. Он очень похож на Liquid Series, на который я уже делал обзор. Но отличается он тем, что вам уже не нужно самому тратить время на подбор вольтажей и частот. Компьютер уже из магазина поставляется с разгоном. И по заверению Evo PC, разгоном компьютеров этой серии занимается очень известный в кругах оверклокеров человек под ником Smoke. Отсюда и название. Ну и сама начинка здесь тоже соответствует названию серии. Liquid Series это тоже качественные мощные компьютеры и с жидкостным охлаждением, но разгон там явно не первоочередная цель. А вот оверклокинг Series основана уже на компонентах ROG и материнские платы и оперативная память здесь уже больше заточены для достижения максимальных результатов по разгону. Ну и теперь плавно переходим к компонентам. Корпус здесь все тот же Corsair 780T, но уже черного цвета и с виниловой наклейкой в цвет российского триколора. Сама сборка пропитана духом соревновательного оверклокинга, ну а Smoke в России занимает первое место по разгону. И отсюда в общем-то и российский триколор. Все вентиляторы в корпусе полностью были заменены на Thermaltake Ring с красной подсветкой и регулируются они встроенным реобасом в корпусе. Ну и теперь самое главное, то что внутри. Как я уже и сказал, компоненты здесь подобраны с учетом хорошего разгона, ну а здесь без СВО конечно же не обойтись. Итак, Smoke Performance основан на связке процессора Intel Skylake i7-6700K, разогнанного до частоты 4,8 ГГц. Ну и видеокарточка здесь GTX 980 Ti в исполнении Asus Poseidon. Это модель с гибридным охлаждением, то есть вы можете использовать ее и как обычную видеокарту с воздушным охлаждением, и если есть СВО, то можно подсоединить ее к контуру, и она будет дополнительно охлаждаться, грубо говоря, водой. Это очень интересная карта, потому что с фабричным радиатором, подключенная к контуру, она не уступает в охлаждение отдельным водоблокам, и температура ее также находится на уровне 45-50 градусов. Материнская плата здесь Asus Maximus Hero 8 на сокете 1151, и как видите, для такого добротного разгона до 4,8 ГГц, совсем не обязательно самые дорогие платы вроде Rampage Extreme. Они уже больше подойдут для самого экстремального разгона, там где соревнования, рекорды, жидкий азот и так далее, и там они уже реально одни из лучших. Оперативная память здесь не менее крутая, это G.Skill Trident Z, и по-моему это вообще пока единственный комплект такой памяти в России. Это 16 гигабайт DDR4 памяти, которая работает, внимание, на частоте 3733 МГц. Что вам даст такая высокая частота памяти в играх по сравнению с обычной? Ну, максимум 2-3 фпс. Но я надеюсь, вы уже все догадались, что игры это не самая главная задача такого компьютера. Тут основная ставка сделана на статусность, на внешний вид, ну и на разгон. И данная система представляет собой тот самый образ экстремального компьютера, с разгоном крутым, с жидкостным охлаждением и так далее. Ну, как мы все представляем себе экстремальные компьютеры. Ну, а если компьютер просто для игр, то там и более доступные решения покажут вам схожую скорость. Тот же Liquid Series, например, если там 980 на 980 Ti заменить. Еще одна изюминка этого компьютера – это новая звуковая карта от Asus. Это Strix DLX, которая считается самой топовой среди новинок. И эта новинка грозится потеснить с пьедестала Asus Zonor Fibos. Но там нужно ждать первых профессиональных тестов и замеров, и тогда уже и будет видно, кто победитель. В системе установлен один SSD от Intel на 240 гигабайт и один терабайтный жесткий диск. И питается вся система от Corsair RM на 850 Ватт с полностью оплетенными проводами. Компоненты SVO здесь, как и прежде, все от славянской компании EK. Радиатор, который рассеивает тепло со всех компонентов, здесь EK Performance Edition. Помпа и водоблок на процессоре в клиндизайне с прозрачной поверхностью. Ну и сама жидкость здесь красная, как раз в цвет светодиодной подсветки и всех компонентов. Ну и сами трубки в системе акриловые. В общем, выглядит компьютер очень аккуратно, ну и, конечно же, брутально. Ну и теперь, конечно же, самое интересное. Это тестирование в играх. Все основные параметры по частотам, температурам и загрузке системы вы сможете наблюдать в верхнем левом углу, благодаря программе MSI Afterburner. И первой игрой будет Ведьмак 3. Тестировалась она в двух разрешениях. Это Full HD или 1920 на 1080 и WQHD или 2560 на 1440. И в обоих случаях были выставлены максимальные настройки с включенной технологией NVIDIA Hairworks. И в центре Новиграда, в сложной сцене, мы получаем в среднем 75-80 кадров в Full HD и 55 кадров в WQHD. За пределами Новиграда, там где нагрузка на видеокарту поменьше, мы получаем уже в среднем 90 FPS в Full HD и 65 кадров в WQHD. И везде, как вы видите, видеокарта отдувается на все 100%. Но с таким разгоном процессора, в общем-то, и неудивительно. В общем, получается абсолютно комфортный и плавный геймплей, без малейшего намека на фрезы или подтормаживание. Ну а следующая будет игра Battlefield 4 в режиме мультиплеера на 64 игрока с максимальными настройками графики и на самой графонистой карте. И даже так, в Full HD мы получаем в среднем 100-130 FPS с редкими просадками до 90 в тяжелых сценах. И видеокарта, опять же, загружена почти на полную. Ну и процессор даже с таким разгоном иногда нагружается аж на 60%. Ну а теперь выставляем более тяжелый режим 2560 на 1440. И для любителей нагрузить видеокарту по полной, даже сглаживание оставляем максимальным. И все равно получаем абсолютно комфортные 70-90 FPS. Ну а на картах попроще, где не так много спецэффектов, уже будет как минимум на 15-20 FPS больше. Это я уже показывал в других моих обзорах. Ну и в бенчмарке Metro Last Light Redux в Full HD с самыми максимальными настройками, с максимальным сглаживанием и физикс, в среднем получается 74 кадра. Самая тяжелая сцена со взрывом показывает где-то 50-70 FPS. В общем, как вы видите, ни одна игра не смогла нормально загрузить этот компьютер. И даже в самых тяжелых сценах FPS не опускался ниже комфортных 50. Естественно, похожих результатов можно добиться и на более доступных по цене компьютеров. Без экстремального разгона и без супер дорогой памяти. Но, как я уже и сказал, здесь очень большая ставка делается именно на внешний вид и на разгон. Который может пригодиться, кстати, при работе с видео, например. Ну, в любом случае, Evo PC Overclocking Series это, естественно, компьютеры не для всех. Они основываются на топовых компонентах и поэтому стоит такой компьютер немало. Поэтому здесь не нужно искать какие-то узконаправленные цели, для которых берется такой компьютер. Вполне очевидно, что это просто дорогая игрушка для людей, которые зарабатывают не как все. Ну, а узнать стоимость и заказать такую конфигурацию вы сможете, связавшись с менеджером на сайте по ссылке в описании. Ну, и, конечно же, поделитесь в комментариях своими мыслями на этот счет. Что вы думаете о таких экстремальных и супер дорогих компьютерах? Ну, а я буду рад, если вы поставите лайк под видео, если оно вам действительно понравилось. И на этом у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых обзорах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok